Иисус Христа Иисус Христа Все открыто, все явно Имя Иисуса Христа Изменило наши жизни Слава Богу Слава Богу, что Бог открыл нам это имя Мы не видим, что в Новом Завете больше Называли Бога Знаете, Адонай Мы не видим, что Бога называли Там Элохим Потому что все это сокрыто во Христе Иисусе В Иисусе Христе вся Божья полнота Бог открыл нам Через Иисуса Христа И мы видим, куда бы ни шли апостолы Они несли имя Иисуса Аминь И сейчас будет слово К определенной группе людей Это определенная группа людей Все могут слышать Все могут брать полезные вещи Знаете, как организм он берет что-то Для себя, когда мы кушаем Но это будет к определенной группе людей Такое слово Господь мне сказал передать его Может быть вы устали Вы не находите единомышленников Может быть вы чувствуете, как будто вы один Вы верите в Бога И у вас такое, как бы, внутреннее понимание Что вокруг вас такие верующие Все налегке Такие все, как бы, плотские Они не серьезные верующие Они не посвященные А вы такой посвященный Вы так хотите Бога И вы так расстраиваетесь Что другие Совсем не такие И вы Они не могут Ну вы не можете с ними найти общий язык Вы им о чем-то Духовном Они вам все о земле Да о земле Послушайте Я к этим людям сейчас говорю Господь вам говорит Бытие 17 глава 1 стих Господь сказал Аврааму Я Бог всемогущий Ходи предо мною Ходи предо мною Мы иногда думаем А что он? А почему-то он так Какая тебе разница? У Авраама Не было людей Которые бы поддерживали его Почему, когда Бог ему сказал слово Он даже не посоветовался с женой Бог сказал Принеси мне своего сына в жертву Единственного твоего Потому что Если бы он сказал Если бы он знал Что Сара Жена его Она поддерживает мужа духовно Она стоит за него горой И что она верит Что Бог с ним разговаривает Он пошел бы к ней И сказал Сара Вот такое Бог мне сказал А так он даже не сказал ей Он просто взял ее И пошел на гору Приносить жертву И когда Знаете Богу нужен был не Исаак А Авраам Не Исаак Если бы нужен был Исаак Он бы сказал Да-да-давай-давай-давай Убивай его Но когда Авраам показал Что он расстается С самым дорогим Что Бог дороже Он говорит Стоп, не делай Я увидел Я увидел Что я в твоей жизни На первом месте Я самое дорогое у тебя И Бог поклялся Он говорит Мне нужна эта жертва Это была проверка для тебя Насколько ты меня любишь Богу сегодня очень важно Насколько церковь его любит Насколько верующие его любят Насколько ты, дорогой друг, его любишь И Господь говорит здесь Ходи предо мною И будь непорочен Ходи предо мною Мы сегодня смотрим Там, сям, по сторонам смотрим Делаем какие-то выводы Заключения А Бог к тебе обращается И говорит Ходи Ты предо мною Пусть не будет для тебя Как бы общественного мнения У тебя есть мнение И это мнение Бога И Бог тебе говорит Ходи предо мною Втайне Явно Все, что ты делаешь Делай так Чтобы это было для меня Что ты действительно угождаешь мне А не большинству Вот что важно И Бог продолжил И говорил Аврааму Великие вещи Великие вещи И Библия теперь говорит Апостол Павел пишет Что те, кто Христовы Вы семя Авраама Что это значит Мы потомки Авраама Мы потомки того человека Которому Бог клялся И в Библии нету такого человека Кроме Авраама Кому Бог клялся Нету И здесь дальше говорится Я не буду Потому что у меня проповедь Совсем о другом И здесь Бог говорит Во втором стихе Я и поставлю завет мой Между мною и тобою И весьма размножу тебя Знаете, когда он это говорил ему? Когда он был старым дедушкой И у него не было ни одного сына Он был бесплоден Может быть, ты сегодня бесплоден И ты ходишь И ты хочешь И может быть, ты думаешь Что-то в твоей жизни неправильно А все, что Бог хочет достичь в тебе Не чтобы ты стал плодоносным А чтобы ты сфокусировался на нем Ходи предо мной Азначает Меня держи в фокусе Петр, когда идешь по воде Не на волны, смотри А на меня Это сейчас пророческое слово кому-то И пал Авраам на лицо свое Бог продолжал говорить с ним И сказал Я Вот завет мой с тобою Ты будешь отцом Множества народов Представьте, ничего нету вокруг Ничего У всех семьи У всех все хорошо У всех все хорошо А у него нет У него есть рабы У него есть материальное имущество У него все Но у него нету самого главного Семьи Детей, потомства Жена есть красавица Но Нету Потомства И Бог говорит Я Твой Ключ Я Передо мной Ходи Вот что нужно Сегодня многим верующим Ходить перед Богом А не перед людьми Не искать мнения Поддержки Вы не найдете там Сегодня люди похвалят И вы прямо весь отдадитесь Потому что люди похвалили вас Вы так будете прям плакать Знаете, как многих покупают людей В одном месте его отчитывают Его тренируют А в другом месте его хвалят И он плачет Плачет Приходит и говорит Вот меня не любят Ой, здесь меня так принимают Дурачок Извиняюсь за выражение Извиняюсь Потому что тебя тренируют И ты на тренера Ты стал жаловаться на тренера Который тебя подготавливает К олимпийскому выступлению Который тренирует тебя А тебе надо всего лишь Чтоб тебя ласкали Какой хороший Какой хороший В тебе столько талантов Чтобы тебе что-то постоянно давали Тебя подкупают И не ведись на такие вещи Бог тебе говорит сейчас Может ты в зале здесь сидишь Может ты там сидишь Вот может вы вообще вот там сидите В разные места идет слово Я вам говорю точно Это слово от Бога И оно прозвучало во мне И так же я его беру Для себя Нам не нужно что-то видимо Видимо успех Успех Авраама Заключался в невидимом Боге От того что Авраам Принял это слово Поверил Богу От него родился народ От него родился Мессия Все благословения Бог заключил с ним завет Вы представьте То что он не обращал На внешние факторы Внешние факторы Были очень негативные Ничего позитивного В его жизни не светило А Бог ему говорит Я Бог всемогущий И когда даже скажут врачи Ты бесплоден Слушай что я говорю Я тебе дам сына в сто лет Когда никто уже не рожает Ты родишь Это сверхъестественное чудо И ты станешь отцом множества Отцом множества И мы когда приходим к Богу Мы верим Мы дети Авраама Потому что он первопроходец Он поверил Богу Мы верим Богу Мы как бы похожи на Авраама Ходи перед Богом И не жди от людей похвалы Не жди от людей никакого продвижения Не жди никакой подачки Не жди чтобы тебя там где-то Где-то куда-то продвинули Где-то приняли тебя Тебе это не надо Все что тебе нужно Это Бог И его мнение о тебе Аминь Тема проповеди Будет называться Познавшие Бога Знаете нам людям Такая выдана привилегия Узнавать Бога Ангелы не могут знать Бога Потому что у них нет взаимоотношения с Богом Они просто как слуги Они восхищаются Богом Я имею ввиду про Божьих ангелов Не про демонических Они любят Бога Они восхищаются Богом Но Библия написана Что они желают проникнуть Проникнуть в эту тайну Отношения Бога с человеком Они хотят понять Они не понимают Человек Кто он такой Он грешит Он вообще у него нету уровня Он по уровню не подходит под Бога А Бог просто мечтает о человеке Тащится от человека Влюблен в человека Хочет приобрести его Человек может выглядеть как даун Как бомж Я извиняюсь Никого не хочу оскорблять Может мы так выглядим Знаете в духовном мире Как перед Богом Как инвалид Как инвалиды Мы даже откровения не можем получить Когда спрашивают у нас Какое ты откровение У нас нету никаких откровений И представьте И ангелы смотрят друг на друга Говорят Ты прикинь Он откровения не может получить От Бога Слово А Бог тащится от него И они не понимают Они не понимают Как работает благодать Что Как Не могут понять Как это благодать Просто Как это Он всю жизнь грешил И он не будет страдать За свои грехи Иисус понес все грехи Они не понимают этого Ангелы не могут осознать Осознать это может человек Богоподобный Богоподобное создание Может понять Бога Животные не могут понять Бога Ангелы не могут понять Бога Хотя они силой превосходят нас Всеми возможностями превосходят нас А мы еще такие знаете Потихонечку размораживаемся Может только к концу жизни Может быть что-то начнем понимать Какие-то вещи Ценности как бы у нас поменяются Все мы где-то летаем Все Бог для нас Как бы там приложение Не цель, а приложение какое-то И вы знаете что Нам, людям Дана эта величайшая Привилегия Познавать Бога И давайте мы прочитаем Послание к кремлинам Первая глава С 21 стиха Но как они Познав Бога Не прославили Его Как Бога И не возблагодарили Но осуетились В умствованиях своих И омрачилось Несмысленно их сердце Давайте здесь остановимся Они Они это кто? Мир? Неверующие люди? Нет Они Бога не знают Они просто не знают Бога Так же как и мы То же самое Раньше Были мирские И не знали о Боге Ничего Мы Бога не знали Может мы слышали Знаете В своей жизни Христос и Воскресе И все А что это? А почему это? В честь чего Христос и Воскресе Не понимали Но знали Что надо чокаться Взрослые рюмками А дети яйцами Вот это знали Что надо делать А что? Почему? Не знали? Рождество знали? Конечно знали А что родился Иисус в Рождеству? Первые слышу такое Вы что? Правда что ли? В Рождество Иисус родился? Первый раз слышу Понимаете? Многие люди Вообще даже не в курсе Что в Рождество Родился Иисус Христос И этот праздник В честь него Но Здесь говорится Не о тех людях Неверующих Которым еще закрыто Благовествование К нам К верующим Обращено это слово И здесь сказано Но как они Они Группа людей Познав Бога Представьте Познали Пережили Его Пережили Его доброту Первое Когда человек приходит Богу Искренне Искренне я имею ввиду В молитве Он переживает Такую Неимоверную Доброту Божью Бог прощает Все Его грехи Представьте Простить можно Только добрый Злой Он отомстит Он тебе скажет Я тебя и вовек не прощу Все будешь Отдашь И еще больше Отдашь Но Бог не такой Бог добрый И представьте Первое Когда человек Приходит к Богу Он встречается С Его любовью С Его нежностью Он даже не может Описать словами Что с ним происходит С ним происходит Рождение свыше Он становится Как бы Как сказать Просвещенным Человеком Познавший человек Это как Просвещенный Человек Тот который Осознал Который понял Пережил Можно сказать И вот Сочетаем 21 стих Но как они Познав Бога Не прославили Его Как Бога Пригласили тебя За стол Встал Поел Сказал Что здесь Можно было Было бы еще Повкуснее сделать А здесь Так Так Встал Такой И пошел Знаете И пошел Просто Так и все Все такие Смотрят на него Ты что Откуда ты Такой вообще Взялся Такой Неблагодарный Ты что Свалился Ты что Ты всю жизнь Жил И не научился Даже благодарить Хвалить Не научился И смотрите Читаем дальше Не прославили Не прославили Познали Но не прославили Его Поели Но не поблагодарили Почему с детства Мы своих детей учим Скажи спасибо И эти кивают головой Учатся Спасибо скажи Не прославили Его Как Бога И не Возблагодарили Но Суетились В умствованиях Своих В этом мире Снова Закрутили Запутались Мысли То их сердце Омрачилось Несмысленно Несмысленно Как бы Несмысленно Несмысленно Оно Омрачилось То есть Покрылось Чем-то Оно Стало Таким Знаете Как Под Под этим Под Паутиной И вот Это сердце Которое Не поблагодарило Великого Живого Доброго Самого Лучшего Бога Вот Человек Такой Неблагодарный В его Жизни Пойдут Такие Перемены Не в лучшую Сторону И вот Мы Иногда Даже И думаем А может быть Он даже Не уверовал А может быть Он поспешил Может это было Эмоционально Нет Библия говорит Что они Они такие люди Изнутри Это Неблагодарные Люди Послушайте Когда мы Познаем Бога Переживаем То у нас Происходит Реакция Давайте Вспомним Такой Пример Петр Иоанн Библия говорит Там Деяния Третья По-моему Глава Что шли Они в храм Помолиться Они шли Вдвоем В храм Идут В храм Знаете Написано По обыкновению То есть Есть хорошие Привычки Ходить на собрания Ходить на собрания Надо Надо Вы же ходите В магазин Это же привычка Ваша Не ходите В магазин Не ходите На собрания Наказывайте Себя Не ходите В магазин Не нашел Время На собрания Как один Пастор Говорит Я если Плохо Себя начинал Вести Я себя Наказывал Паститься Будешь И плод Так Все Буду Хорошо Все Вести Не пошел На собрания Ничего Не купишь Себе Ничего Хорошего Телек Смотреть Тоже Не будешь И телефон Если Мы хотим Воспитать Себя Нам нужно Воспитывать Себя 28 стих Говорит И как Они Не заботились Иметь Бога В разуме То Предал Их Бог Превратному Уму Делать Непотребство Так Что Они Исполнены Всякой Неправды Блуда Лукавства Корыстолюбия Злоба Исполнены Зависти Убийства Распри Обмана Злонравия Злоречивы Клеветники Богоненавистники Кто Эти люди Стали Богоненавистниками Обидчики Самохвалы Горды Изобретательны На зло Изобрести Зло Представьте Изобрести Изобретателен На зло Непослушны Родителям Безрассудны Вероломны Нелюбовны Непримиримы Ты у него И прощения Прочишь И все А он такой Нет 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 Ходит Немилостивы Послушайте Об этих Людях Это не Неверующие Люди Это верующие Люди Которые Познали Бога Все Что Мы Сейчас читаем 32 стих Они знают Праведный Суд Божий Что Делающие Такие Дела Достойны Смерти Однако Не только Их делают Но и Делающих Одобряют Ты хочешь Быть Таким Человеком Я Сказ Сказать 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 Этим Людям Кто Считает Что Христианство Это Что-то Культурное Вот Если Вы Считаете Что Христианство Что-то Культурное К вам Слово 22 стих Называя Себя Мудрыми Обезумели Эти Люди Считают Что Они Культурные А Библия Говорит Обезумели Представьте Человек Который Обезумел Они Будут Все Заменять Славу Нетленного Бога Изменили В образ Представьте Бога Которого Никто Не Видел Они Сделали Образ Чтобы Все Видели А Как Этот Человек Приходит И Бога Не Видит Как Это Надо Сделать Статуэтку Надо Обязательно Что Повесить Картину Кую Надо А что Библия Говорит Называя Себя Мудрыми Обезумели Братья Сестры Мы Туда Идем Если Мы Не Прославляем Бога Познавши Бога Не Прославили Его Как Бога Даже Если Просто Ты Сказал Спасибо Слушай Бога Так Не Прославляют Мы Еще Даже Не Знаем Может Мы Так Сильно Даже В Жизни Еще Даже Ни Одного Раза Не Прославляли Бога Видели Бы Вы Как Его Прославляют На Небесах Видели Бы Вы Как Прославляют Какого-то Чемпиона На Играх На Выступлениях Или Какую-нибудь Команду Футбольную Или Хоккейную Видели Бы Как Фанаты Их Прославляют И Вы Верующие Вы Фанаты Таких В Вещей И Вы Ходите В церкви Вы Как Памятники А Там Вы Орете Вы Шарфы Какие-то Навязываете Вы Болеете У Е Э Молодцы Давай Давай Но в церкви Никогда так Не скажете Меняйте Друзья Меняйте Это Время Это Время Задуматься Это Время Переосмыслить Это Время Походить По своему Сердцу С фонариком И Поискать Где же Там Любовь Любовь Зайдите В свое Сердце Духом Святым Зайдите В свой Дух Возьмите Фонарик Возьмите Слово Божье Прожектор И Поищите Там Любовь Любовь Где Ты Любовь Любовь Я Здесь Любовь А Ее все Нет И Нет А Ведь Любовь Излилась Наши Сердца Духом Святым Излилась И Познали Бога А Потом Смотришь На Этих Христиан Которые Жалуются Недовольны Капризные А Чего Капризным Быть Вот Например Я Задумываюсь А Зачем Мне Быть Капризным Мне Столько Ответственности Бог Дал Мне Столько Дел Надо Сделать Мне Столько Бог Благословил Я Знаю Точно Сто Процентов Что Если Не Бог Не Была 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 Такой Счастливой Жизнь Не Была 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 Такой Счастливой Семьи Не Было Бы У Меня Ничего Из Того Что Есть И Уже Наверное Был Был бы В аду Что Дьявол Очень Много Раз Покушался На Меня Прямо Так Говорили Смерти Эти Моменты Я Даже Некоторые Я Даже Если Я Вспоминаю Там Пронесется Страшно Прям Какие Товари Могли Быть Но Я Знаю Что Бог Хранит Поэтому Давайте Друзья Серьезно Здесь Я Никогда Не Буду Вам Говорить Абв Я Никогда Вас Здесь Не Буду Гладить По Головке Потому Что Гладить По Головке Надо Ласку Получать В Тайной Комнате У Отца Глодного Сына Гладили По Головке Как Он Стал Бомжом После Этого Все Развлечения Все Что Он Хотел Он Все Получил Но Потерял Все Что Было У Него И Когда Он Пришел В Дом Отца Он Получил Настоящую Ласку Настоящую Любовь Настоящую Поддержку Он Все Это Получил У Отца Дома Те Верующие Которые Ищут Это В церкви Вы Ищите Вы Недовольны Вы Просто Эгоисты Вы Концентрированы На себе И это Грех И вам Нужно В этом Меняться Вам Нужно Переходить Из возраста Подросткового Уже Уже В Роли Отца Вы Что Думаете Отцы Ищут Ласку А где Он Он Теперь Только Давать Должен Он Уже Не думает Об этом Что Думаете Женщины Встают И Думают О Сейчас Встану Завтра Готов Она Сама Встает И Готовит Все Делает Всех Справляет Так Мы Должны Перейти На Поле Серьезные Отношения С Богом Взрослые Отношения С Богом Поэтому Я призываю Каждого Я призываю Задуматься Во-первых Познав Бога Как Мы Его Отблагодарили У вас Есть Социальные Сети Раславляйте Там Бог Почему Вы Ничего Не Выставляете О Боге Почему Я Раньше Скажу Тоже Грешил Как и вы Ну Или Как Многие Пирожки Какие-то Там Фотографировал Детей Своих Фотографировал Жену Красавицу Фотографировал А Зачем Это Делать Я Потом Понял Что Это Вообще Не Надо Делать Показал Чтоб Люди Видели Хватит Бога Надо Прославлять Бога Надо Прославлять Ты Думаешь Что Он Постоянно Говорит Что Надо Бога Прославлять Я Это Единственное Твое Спасение Перестанешь Прославлять Грешить Начнешь Грешить Начнешь Тайно А потом Явно Прославляй Бога Это Твоя Защита Это Твоя Страховка Когда Ты Прославляешь Все Небо Прославляет Бога Если Ты Прославляешь Бога Ты Уже Как Небожитель Ты Уже Синхронизирован С Небом Для Бога Никто На Небе Ничего Не Делает Единственное Там Это Хвала Это Поклонение Поэтому Всей Вашей Жизни Вы Если Вы Действительно Верующий Человек Благодарность Вам Большая Тем Людям Которые Хвалят Бога Свидетельствуют О нем По Возможности Не все Такие Смелые Это Все Понятно Но Когда У вас Есть Возможность И Вы Там Не Делаете Грех Вам Грех Вам Стыдно Вам Должно Быть Очень Стыдно И Мне Жалко Что Я Вас Потеряю